Спасибо, что вы приехали в наш город с такой выставкой, которая покажет боль еще раз донецкого и луганского народа и детской части. Скажите, пожалуйста, трудно создавалась эта выставка? Все-таки все со слезами идет? Она, честно говоря, не создавалась, понимаете, специально. Она создана просто-напросто жизнью, этими годами, которые мы проводим в борьбе за право просто жить. Поэтому не могу сказать, что она именно физически создавалась тяжело, понимаете. А вот то, что каждая экспонат и каждая фотография за собой несет, вот это тяжело. Тяжело, потому что каждый осколок, да, вы понимаете, что вот хвостовик мины, это мина, которая разорвалась. И, возможно, именно эта мина унесла много жизней, в том числе детских. За каждой фотографией это боль, потому что, ну, я уже показывала на фотографии, да, вот женщины с поврежденной рукой. Просто обычная бабушка, которая жила в поселке, живет, слава богу, в поселке Голубовская, это кировский город наш. К ней приехала машина помощи с углем. А товарищи, в кавычках-то, украинцы решили, что не надо бабушке убрать. И противотанковой управляемой ракетой выстрелили в эту машину. Соответственно, конечно же, взрыв был настолько большой, что женщина получила ранение. Слава богу, выжила. Понимаете, и так за каждую фотографию. А есть же совсем страшно. Вот уже говорила Рита, что есть очень страшное событие, это Кремльской дом-интернат, когда действительно вооруженные силы Украины не захотели выпускать стариков, не эвакуировали никого. Подогнали полностью, да, военную машину, забитую БК, и начали воевать. То есть устроили огневые точки и обстреливали мирное население, ополчение, которое приближалось для освобождения населенного пункта. И, конечно же, детонировала машина, и люди даже возгорели. Когда зашли туда и увидели, знаете, тела лежащие, вернее, не тела, а уже пепел. То есть осознать, понимаете, всегда вот каждый шаг ты идешь туда, заступаешь, и осознание боли, как люди погибали, в каких муках. Потому что, да, вот медицина уже доказала, что самые страшные муки, это когда человек заживо горит. А старик, который или больной, просто человек при полной кровати, медленно, да, осознавая, что гибель неизбежна. Я просто вот, ну, даже мне с трудом это представляется, хотя за 8 лет, конечно, много я видела. Поэтому, конечно же, морально создавать эту выставку было тяжело, давайте вот так. Физически нет. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, ну, мы представляем два региона, Петербург и Ленинградская область. И мы знаем, что в Мариуполе сейчас ленинградские, петербургские строители одинаково прибыли из Ленинградской области. Вот какие-то есть города, где уже стали наши питерские и ленинградские строители работать? Ну, я не могу конкретно сказать именно за этот регион. Я знаю, что со всех регионов России приехали люди, которые готовы помогать нам ценой своей жизни восстанавливать Донбасс для того, чтобы жизнь у людей наладилась. Я просто знаю то, что почти каждый регион, потому что у нас каждый город, каждый район теперь закреплен за субъектами Федерации, Российской Федерации. И каждый район помогает. Сейчас, тем более, секунду, можно сказать, что Мариуполь и Петербург стали города-побратимы, поэтому это больно их связывает. Да, да, да. Но я в Донецке. Скажите, пожалуйста, почему, и все-таки, да, про связь городов, регионов, почему эти экспонаты, фотографии, истории были именно в Петербург? Вы знаете, это о том, что мы с коллегами из Музея политической истории поддержим уже определенное время, тесную дружескую связь. И просто думали, как концепцию построить, да, вот этой выставки. И буквально, по сути, когда мы, вот уже новый виток нашей освободительной войны, спасибо, как бы, да, Российской Федерации, уже просто молчать нельзя было. И вот нам хотелось именно представить, понимаете, вот не просто фотографию выставки, вернее, военных преступлений, а передать душевную боль. И в то же время сейчас, да, вот эту маленькую, да, постепенную радость от того, что мы осознаем, что наши территории к нам вернулись. То есть понятно, что цена, конечно, очень велика, потому что много погибших, большие разрушения. Но, опять же, я сегодня уже говорила о том, что для нас важна ментальная победа, духовная победа, доказать всему миру, что, как бы, да, у них путь зла, а мы здесь, как бы, да, на Донбассе. Более всего элементарно, вот такие понятия, как пропасть, свободу человека в том первом понимании, за которое они вообще изначально, да, они были сформированы. Еще тысячелетия тому назад. О правосудии, как бы, да, вот, за правосудие боремся, опять же, в элементарном том понимании, которое оно есть. За единую толкование, за единое толкование норм международного права. Конечно, чтобы они все понимались по-одинаковому. А не так, что каждый думает по-своему. Анат Борисовна, скажите, пожалуйста, Луганская народная республика была недавно освобождена. Как сейчас там сходят дела, обстреливают ли республику? К сожалению, обстрелы продолжаются. Сейчас, именно по отношению Луганской народной республики, это все-таки РСЗО, ракетные установки, потому что, как бы, да, враг отодвинут от артиллерийского огня, господи, уже. Ну, к сожалению, опять же, есть еще населенные пункты, куда действительно прилетают. Видели, может быть, в сводках сегодня у нас Перамайс прилетела, недавно Волчест прилетала. Люди продолжают гибнуть, к сожалению. Ну, опять же, путь добра, он всегда, наверное, тяжелый. Никогда он на легких, во всяком случае, не был. Для русского человека. Спасибо.